Так какой же ждать реакции из Вашингтона? И будет ли новый акт Навального? Поговорим об этом с Александром Филиппенко, американистом. Саша, здравствуй. Дмитрий, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, твои ожидания. Какой вообще есть сейчас инструментарий у Белого дома, чтобы привлечь к ответственности, чтобы как-то жестко отреагировать на убийство Навального в тюрьме? Вот именно что сейчас кажется, что уже практически нет никаких рычагов влияния, никаких рычагов воздействия. Кажется, что абсолютно все санкции уже были использованы в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Но сейчас как раз Сенатский комитет по международным отношениям будет, а сегодняшнее свое заседание экстренное проведет именно в связи со смертью Алексея Навального. И руководитель этого сената уже, сенатор американский уже прокомментировал эту ситуацию, сказав о том, что это ужасающая трагедия, это тоже ухудшит еще и так плохие отношения России со всем миром. Камала Харрис действительно заявила о том, что какую бы историю Россия не рассказывала, Россия несет ответственность за то, что произошло. Но нужно сказать, что сейчас и американские политики, и американские журналисты все абсолютно ссылаются в первую очередь на команду Алексея Навального и ждут подтверждения, ждут официального подтверждения от них и говорят о том, что если это подтвердится, то тогда эта ужасная трагедия и Россия понесет ответственность. Вот Джейк Салливан, советник по национальной безопасности, как раз заявил о том, что если это подтвердится, то будут приняты какие-то меры Белым домом, Белый дом будет обязательно рассматривать какую-то жесткую реакцию, но учитывая долгую и грязную историю того, как российское правительство наносило вред своим оппонентам, сказал Джейк Салливан, это поднимает реальные очевидные вопросы о том, что произошло и можно ли с этой властью общаться. То есть, в принципе, наверное, единственная сейчас реакция американская, которая может последовать, это в том числе не признание выборов российских. Наверное, это единственное, что можно будет увидеть, как реакцию Белого дома. Собственно, мне кажется, что вот это заявление, этот комментарий Джейка Салливана говорит как раз об этом, что можно ли дело иметь с этой властью, можно ли иметь дело с этими российскими политиками, задается он вопросом. Соответственно, видимо, единственное, что сейчас осталось, это какая-то неожиданная, может быть, реакция на президентские выборы, которые пройдут в России, потому что кажется, что все остальные рычаги воздействия уже были применены как раз в период войны. Саша, два слова, нефтяное эмбарго. Это одна из тем, которая будет обсуждаться 100% как раз в Сенатском комитете. Вот это, скорее всего, будет сегодня обсуждаться. Это тема, которая... Тут больше с экономистами вопроса, насколько это возможно, насколько это может действительно произойти. Но Белый дом, не знаю, пойдет ли на такое решение, если это будет продвигаться в Сенате, если это будет продвигаться в Конгрессе, эта идея по рекомендации как раз комитета по международным отношениям, то тогда, мне кажется, это вполне возможно. Но вот на данный момент, поскольку не было еще реакции Джо Байдена, и вот тут есть... У меня пока еще есть некоторые сомнения, но это кажется, наверное, такой шаг возможный в случае, опять же, только в случае, если это будет продвигаться не Белым домом, а именно Конгрессом. Я бы хотел еще предложить тебе посмотреть на эту трагедию с морально-этических точек зрения. Есть же еще те люди, которые симпатизируют Путину. Ну, давай возьмем не только Америку, возьмем шире западный мир. Это и Орбан, и новый словацкий лидер, Фицы, насколько я помню его фамилия. В Штатах тоже есть люди, которые в целом разделяют во многом путинские взгляды. Многие крайне правые движения в Европе. Вот как ты полагаешь, не может ли у них сейчас измениться оценка деятельности Путина и вообще всего режима, после того, как они увидели это. Вот это, ну, такое совершенно ветхозаветное зло, которое, наверное, как-то мало чем можно объяснить, трактовать, проложить какой-то там еще идеологической основой. Это ведь какие-то совершенно базовые вещи, да, на которых там строится нравственность, этика, религии, государство, демократия, либерализм, все что угодно. Вот могу, сложнее мне говорить про Европу. Что касается США, Алексей Навальный был очень хорошо известен в США. Его семья очень хорошо известна в США. И если сейчас открыть практически любой англоязычный ресурс, американский, то там имя Алексея Навального будет самой первой строчкой. Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост и вовсе выделили вообще тему Алексея Навального в топ-темы всего издания. Там, как мы понимаем, там война в Украине, Израиль, американские выборы. И сейчас появилось имя Алексея Навального. Алексея Навального очень хорошо знают. И знают, ну, понятное дело, как политика, как оппонента Владимира Путина, но знают еще и благодаря, в том числе, оскароносному фильму. Конечно же, это произвело большой эффект на американцев в целом. И нужно сказать, что Алексей Навальный всегда воспринимался исключительно как лидер российской оппозиции. Вот он был тем самым лицом российской оппозиции, которая, как казалось, вокруг которого все и объединяются. И когда мне приходилось, прошу прощения, что я про себя, иногда выступать перед американской аудиторией, они не понимали, что значит раскол внутри российской оппозиции, что значит какие-то противоречия. Вот есть один лидер, конечно, это Алексей Навальный. Алексей Навального знают очень хорошо, его семью знают очень хорошо. И, конечно, несмотря на то, что во время некоторых ралли Дональда Трампа перед войной в Украине продавались такие футболки с надписью «I'd rather be with Russians than with Democrats», то есть я скорее буду с русскими, чем с демократами, сигнализируя о том, что, собственно, электорат Дональда Трампа поддерживает Россию, поддерживает Владимира Путина, возможно, его какие-то взгляды и так далее. Тем не менее, всё равно американское отношение к Алексею Навальному в том числе строилось и благодаря отношению к его семье. Его жена Юля очень часто становилась героиней разных изданий, её очень любит американская публика. Соответственно, отношение к Алексею Навальному как к личности, как к герою, как к оппоненту нету зла, вот, конечно, это отношение вполне возможно будет перевешивать уже отношение на данный момент, в том числе и к Владимиру Путину. Личность Алексея Навального, безусловно, очень важна для американской публики. Ну и, соответственно, и отношение к Алексею Навальному как компоненту Владимира Путина, вот это тоже важно для американской публики, и для американских избирателей, нужно сказать. Поэтому некоторая реакция Белого дома, я уверена, ещё и дальше последует. Да, ну и мне кажется, Навальный, ещё странно уже так говорить, был, да? Навальный был, конечно, не укладывается в голове такая конструкция. Тем не менее, Навальный был совершенно американским типом лидера, как мне кажется, да, политтехнологически, визуально, вот с точки зрения какой-то его образа, концепции, те, собственно говоря, ралли, которые он сам проводил, да, со своими сторонниками, они же все были сделаны, ну, так, скажем так, после очень внимательного изучения подобных церемоний и мероприятий и образов и имиджев именно в Америке, насколько мне кажется. Абсолютно, я совершенно соглашусь, и он был поэтом, он был очень понятный для американской аудитории лидер, очень понятный политик. Как он говорил, как он выступал, участие в дебатах и вообще, собственно, как он себя вёл, это было абсолютно в американской такой классической традиции, скажем так. Соответственно, именно поэтому Алексей Навальный, конечно, для американцев совершенно понятный, очень понятный политик. Я, прошу прощения, снова говорю про это интервью Такеру Карлсона, но интервью Владимира Путина Такеру Карлсону не имело такого эффекта на американскую аудиторию, как, может быть, на это рассчитывали, или, по крайней мере, как об этом говорили российские. Потому что американцам невозможно было продраться буквально через те толщи объяснений, которые там присутствуют. А вот выступления Алексея Навального были совершенно понятны. Алексей Навальный абсолютно американский, скажем так, ну, если мы берём политическую культуру, абсолютно в рамках американской политической культуры такой лидер, который понятен американской аудитории абсолютно. И поэтому, конечно, плюс ещё его отношения с семьёй, как мы уже сказали, отношения с женой. Это было очень важно всё для американской публики, и остаётся очень важно для американской публики. Безусловно, его история в целом – это голливудская совершенно история, история его возвращения абсолютно голливудская. И то, что он решил вернуться, ведь практически все американские журналисты перед его отъездом, все крупнейшие журналисты брали у него интервью и задавали один и тот же вопрос – зачем вы возвращаетесь? Вы же не будете там в безопасности. И действительно Алексей Навальный отвечал, что да, это слишком большая привилегия чувствовать себя в России в безопасности, он отдавал себе полностью отчет. И вот это, так скажем, ну, понятное дело, может быть, но голливудоцентричное мышление американской, в том числе аудитории американских избирателей и вообще американцев, оно, конечно же, вот для них Алексей Навальный тем более очень понятная фигура. Ну, собственно говоря, тут сравнение сразу просится с президентом Украины Владимиром Зеленским, конечно же, то, как Владимир Зеленский поделал себя в нашей войне, вот это и стало главным решающим фактором, почему американцы поддержали Украину. Ну и Алексей Навальный, героическое его возвращение, это тоже очень важный фактор, почему американцы знают вообще о наличии российской оппозиции. Александр Филипенко, американист, был с нами на связи. Саша, спасибо большое за разговор. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Важно ставить лайки, важно подписываться, важны комментарии. Давайте будем вместе, давайте будем помогать друг другу. Помогите нам просто распространить это видео. Спасибо, удачи. Спасибо.